Президент Кыргызстана Садр Джапаров подписал указ о некоторых мерах по реформированию Национальной телерадиовещательной корпорации. Согласно документу, в целях повышения эффективности деятельности Национальной телерадиовещательной корпорации, руководствуясь статьей 71 Конституции и Законом о Национальной телерадиовещательной корпорации, постановлено принять предложение рабочей группы по осовершенствованию деятельности Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Кабинету министров Кыргызской Республики в установленном порядке реорганизовать общественную телерадиовещательную корпорацию и государственные предприятия Республиканской телерадиоцентры путем их слияния с переходом всех прав и обязанностей в НТРК. Передать введение НТРК из структуры Министерства культуры, информации спорта и молодежной политики, областные телерадио-компании соответствующим штатам, финансовыми и материально-техническими средствами, большую концертную студию, закрепленную за Кыргызским государственным академическим симфоническим оркестром имени Джумахматова, обеспечить выделение дополнительного финансирования для повышения оплаты труда сотрудников НТРК, развития НТРК, технической модернизации НТРК на основе детального технического аудита. Президент Садрджапаров подписал указ, согласно которому Баатырова Гульнара Маришевна назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской республики. Кандидатура Гульнары Баатыровой будет внесена для согласования в Джову Кукинеш для назначения на должность министра здравоохранения Кыргызской республики. Также глава государства подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской республики и статьей 38 Закона Кыргызской республики об образовании, Абдрахманов Толобек Абылович назначен ректором Кыргызского национального университета имени Чусупа Баласатана. Председатель кабинета министра Вахлбек Джапаров провел совещание с представителями банковского сектора страны. Обсуждены актуальные вопросы развития экономики и насущенные проблемы сектора. Глава Кабмина призвал банкиров к совместной деятельности с государством в целях привлечения инвестиций из внешних и внутренних рынков для улучшения благосостояния граждан страны, а также отметил важность внедрения передовых высоких технологий в банковский сектор. Акут Бик Джапаров отметил, что кабинетом министров проводится работа по улучшению администрирования налоговых поступлений, где внедрение цифровых технологий является одним из основных инструментов реформирования налоговой службы. Участвовавшие в совещании руководители государственных органов и банковского сектора высказали предложения и рекомендации по выработке и реализации мер, необходимых для повышения эффективности национальной экономики и улучшения качества обслуживания клиентов. Только образованная нация становится подлинным локомотивом развития страны. Об этом сказал председатель кабинета министров Ахлбек Джапаров, выступая на Республиканской педагогической конференции работников образования, руководителю системы образования Кыргызской Республики. Он подчеркнул, что устойчивость – это развитие государства и общества, не исчерпывая при этом все имеющиеся ресурсы только для своего поколения, но и сохранение их для будущих поколений. Клава Кабмина подчеркнул, что на днях подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, включая Уголовный кодекс и закон о поосновах амнистии и порядке ее применения. И именно образование дает возможность научиться так жить, получая новые знания, обучаясь новым навыкам и методам мышления. Образование предоставляет возможность отвечать на вызовы, с которыми сталкивается сегодня весь мир и наша страна в том числе, являясь базой для социального мира и стабильности, развития экономики и сохранения природы. Именно образованная нация становится подлинным локомотивом развития страны, но это становится невозможным, если в обществе наблюдаются случаи насилия над детьми и подростками, тем более, что статистика жестокого обращения с детьми, к сожалению, растет. Теперь ни один преступник, совершивший преступление против ребенка, не сможет уйти от наказания, не сможет быть освобожден по истечению срока давности из-за душевной болезни, условно-досрочно освободиться или быть амнистирован. Нам всем, всему обществу, родителям, педагогам и социальным работникам, врачам и психологам, медицинерам, судьям, адвокатам, правозащитникам, главное сразу бить тревогу, не пропускать ни одного подозрения на возможные факты насилия и сразу реагировать, безжалостно искореняя и предотвращая подобные случаи. 25-26 августа в Челпанате в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия. Главы правительств стран ЕС рассмотрят ход подготовки международного договора о формировании общего рынка газа. Они также обсудят вопросы о внесении изменений в договор в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическими лицами, перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов стран ЕС в сфере транспорта. В повестку также включен вопрос о дальнейшей работе по расширению использования национальных валют государственных членов при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли. В ОПСМ призывали граждан своевременно оплачивать штрафы за ПДД. Как сообщили в прислужбе управления, в настоящее время при нарушениях правил дорожного движения сотрудники не забирают водительские удостоверения, ограничиваясь только составлением протокола. В связи с этим большинство водителей равнодушно относятся к оплате штрафов. ОПСМ предупреждает, что в случае, если машина поставлена на штрафстоянку из-за невыплаченных штрафов или других фактов нарушения правил дорожного движения, данный автомобиль не будет исключен из штрафстоянки без полной оплаты предыдущих штрафов, включая увеличенные с дополнительными пениями. По факту системного получения взятки, с поличным была задержана сотрудница ЦОН города Джалалабад, государственное предприятие Инфоком, сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, сотрудница ЦОН создала и наладила устойчивую коррупционную схему по систематическому получению денежных средств от 1000 до 15 тысяч тонн за незаконное оформление и выдачу общегражданских паспортов гражданина Кыргызской республики образца 2021 года несовершеннолетним детям для последующего их вывоза за пределы Кыргызстана, а также при содействии посредников оформляла поддельные бланки генеральных доверенностей от имени одного из родителей ребенка, дающий право на оформление и получение общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана на вывоз ребенка за пределы Кыргызской республики. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению связей, причастных к систематическому получению денежных средств. В Бишкеке за несоблюдение чистоты и порядка муниципальные инспекторы оштрафовали Чуйскую областную больницу, церковь ЕСА, 4 частные компании и 2 кафе. Об этом сообщила прислужба мэрии столицы. По ее данным, за неделю зафиксировано 37 нарушений на общую сумму 307 тысяч сомов. В числе нарушителей порядка – компании «Алаташ», «Широй», «Билмаргрупп» и «Денис», «Кафе Ассорте» и «Инджир». Штраф наложен на государственное предприятие «Кыргызстей Миржелу» за незаконную установку рекламной конструкции. Муниципальная инспекция напоминает, что, согласно правилам благоустройства столицы, наводить чистоту на своей территории на ежедневной основе необходимо всем. Малышка Арузат с диагнозом «спинально-мышечная атрофия» получила долгожданный укол препаратом «Золгенсма». Об этом накануне на официальном страничке в Инстаграм рассказали ее родители. Как отметила мама девочки, возможно, ожидаются побочные эффекты на препарат у девочки. Однако это ничто по сравнению с тем, что болезнь пристала прогрессировать. Напомним, с ноября 2020 года все кыргызстанцы следят за судьбой Арузат, у которой диагностировали редкое заболевание – спинально-мышечная атрофия. Тогда американская клиника выставила счет 2 382 200 долларов. Однако «Золгенсма» стал дешевле в России. На начало года его стоимость составляла 121 миллион рублей. Благодаря неравнодушным людям эту сумму удалось собрать за один год-три месяца. Всем здравствуйте! Мы сегодня с прекрасными новостями. Наконец-то мы получили долгожданный укол. Арузки только что закончили его вводить. Правда, до сих пор не верится. Руки трясутся. Мы сегодня в клинике. Еще будем наблюдать, ручки будут наблюдать за состоянием Арузат. Ожидаются побочные эффекты. Но сравнительно с тем, что болезнь перестала прогрессировать, это не ничто. И мы правда очень счастливы. Спасибо за просмотр! В первом полугодии отмечался значительный рост числа прибытия в республику иностранных граждан, сообщает Настатком. По данным пограничной службы Кыргызской республики, число пересечения границы республики иностранными гражданами по странам гражданства за первые полугодия текущего года составило 2,6 миллиона, превысив уровень аналогичного периода прошлого года почти в два раза. При этом 97% или 2,5 миллиона пришлось на долю пересечения границы гражданами из стран СНГ. Наибольшее их число отмечалось среди граждан Узбекистана, Казахстана и России. Что касается прибытия иностранных граждан из стран вне СНГ, то их число составило более 74 тысяч и по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в 1,8 раза. Наибольшее число пересечений пришлось на граждан Турции, Германии, США, Индии, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.